МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире еженедельный выпуск программы «По горячим следам». Мы расскажем вам о наиболее заметных криминальных происшествиях минувшей недели. Попытаемся предостеречь от опасности и вполне вероятных криминальных рисков, которым может быть подвержен любой человек в современных реалиях. Бригаду черных лесорубов выловили сотрудники полиции Фурмановского РОВД. Лесные вредители нарубили леса более чем на миллион рублей. Бригадирам уничтожавших лес негодяев был уже судимый за аналогичное преступление гражданин. Сотрудники полиции получили информацию о том, что в лесном массиве Фурмановского района Ивановской области ведется незаконная лесоразработка. Поступившие сведения о нелегальной добыче древесины в ходе проверки нашли свое подтверждение. Из числа сотрудников уголовного розыска, следственного и экспертно-криминалистического подразделения Фурмановского отдела полиции была сформирована следственная оперативная группа. 1 октября 2015 года в дежурную часть отдела внутренних дел по Фурмановскому муниципальному району поступило сообщение о том, что в районе деревни Галчаново Фурмановского района расширяется незаконная порубка древесины. По данному факту незамедлительно была послана следственная оперативная группа совместно с сотрудниками уголовного розыска. В бригаду нелегальных лесорубов полицейским удалось задержать на месте совершение преступления с поличным. Трое местных жителей в момент появления полицейских занимались заготовлением древесины. Никаких разрешительных документов на проводимую ими лесоразработку задержанные представить не смогли. На делянке сотрудники полиции обнаружили штабеля уже срубленных деревьев, породы сосна и ель. По результатам выезда на месте незаконной порубки было задержано трое жителей Фурмановского района. Также были изъяты две бензопилы и тракты. На месте было обнаружено 186 стволов деревьев, породы сосна и ель. Бензопилы, топоры, лесоразработочную технику, найденные на нелегальной делянке, сотрудники полиции изъяли. По данному факту, следственным отделом, отделом интервендела по Фурмановскому муниципальному району, было возбуждено уголовное дело по статье 260 ч. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ущерб от данной незаконной порубки составил свыше 1 миллиона рублей. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий был установлен заказчик данной незаконной порубки. Им оказался житель Фурмановского района, ранее неоднократный судимый. Один из троицы черных лесорубов ранее уже был замечен в деле криминального лесоповала. Он привлекался к уголовной ответственности за незаконную лесодобычу. Теперь этот лесной уголовник снова задержан за аналогичное преступление. Трое подозреваемых в совершении этого преступления арестованы и помещены на период расследования уголовного дела в следственный изолятор. Предполагаемый организатор незаконной лесоразработки ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В Иванове сотрудниками полиции задержан гражданин, ограбивший женщину. Обезвредить злоумышленника оперативникам уголовного розыска помог 16-летний молодой человек. Жительница Иванова подверглась нападению грабителя. Женщина возвращалась с работы и уже зашла в подъезд своего дома, когда ее нагнал неизвестный мужчина. В подъезде дома с применением насилия, не опасного для жизни здоровья, он отобрал у женщины сумку с имуществом. В ручной кладе находились кошелек, личные документы, ключи от квартиры, два сотых телефона. Злоумышленник напал на потерпевшую на лестничной клетке. Он нанес ей несколько ударов и вырвал из рук сумку с деньгами, двумя мобильными телефонами и документами. Молодой человек, как называется, с кавказской внешности, ограбил, вырвал сумку из рук, толкнул и сбежал. С похищенным грабитель попытался скрыться, но был обнаружен сотрудниками уголовного розыска и гражданином совсем молодым человеком, который стал случайным свидетелем преступления. Вечером у одного из домов по улице Красногвардейского областном центре сотрудники Управления ВДР по Ивановской области проводили оперативные розыскные мероприятия. Внезапно из подъезда дома выбежал мужчина, в руках у которого была женская сумка. Сотрудники полиции попросили его остановиться, однако гражданин не отреагировал и побежал еще быстрее. При этом дамскую сумочку он выкинул. Молниеносно среагировав, полицейские пустились в погоню и приняли мерки его задержания. Пытавшегося скрыться злоумышленника остановил случайный прохожий. 16-летний молодой человек прогуливался со своей знакомой и заметил развернувшуюся на его глазах погоню. Он сбил правонарушителя с ног, а подоспевший полицейский его задержали. Оказать помощь в задержании подозрительного гражданина оперативно-компомог 16-летний юноша, который прогуливался по улице. Увидев погоню, парень поставил под ножку, пробегавшему мимо мужчин кавказской внешности. Задержавший грабителя полицейских и героического молодого человека, ставшая жертвой преступника женщина, благодарит. А вот косвенными виновниками произошедшего считает своих соседей по подъезду. После работы вечером, в половину девятого, я поднимаюсь на третий этаж к себе домой. Дверь была открыта. В подъезд у нас домофон до ручки. Подставлен кирпич. Я уже неоднократно говорила, что товарищи, будьте бдительны, закрывайте двери, для того они и существуют, для безопасности, для сохранения нашего добра. Ну, на втором этаже у нас живут, скажем так, люди, которые не хотят соблюдать такие правила. Постоянно кирпич в двери подложил, дверь открыта. И в результате на меня напали. Похищенная сумка у задержанного по подозрению в совершении грабежа злоумышленника была изъята и позже возвращена потерпевшей. При проверке личности подозреваемого было установлено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за разбойные нападения и провел в местах лишения свободы 4 года. Задержанным оказался ранее судимый за разбой 35-летний уроженец Республики Армения. По факту грабежа следственными органами полиции возбуждено уголовное дело. Подозреваемого в совершении преступления предъявлено обвинение. Он арестован и помещен в следственный изолятор. Скоро вы узнаете, неконтролируемое обжорство или почему гроза ивановских рестораторов объедает общий ПИД, кирпич против стекла или почему проверенный способ кражи на этот раз дал сбой. Полиция привлекает к ответственности довольно необычного мошенника. Житель Иванова посещал рестораны, обедал и завтракал, но платить при этом за съеденное категорически отказывался. Около полугода назад в Ивановик уголовной ответственности был привлечен мошенник, объедавший ивановские предприятия общественного питания. Молодой человек, невзрачной наружности, шикарно кушал в ресторанах, но платить за съеденное не желал. За целую серию таких преступлений он был наказан. Его обвинили в мошенничестве и привлекли к ответственности, после чего мужчина на какое-то время исчез из поля зрения правоохранительных органов. И вот теперь, после непродолжительного периода затишья, Ивановский ресторанный мошенник снова в деле. Сотрудниками полиции был задержан 30-летний житель города Иваново, который, находясь в одной из пиццерий, расположенной на проспекте строителей города Иваново, путем обмана совершил мошенничество, причинив владельцу пиццерии материальный ущерб. А именно, указанный гражданин, находясь в пиццерии, сделал себе заказ, который изначально не собирался оплачивать. Когда ему принесли счет, он отказался оплатить его, после чего администратором пиццерии были вызваны сотрудники полиции. Покушавший за бесплатный гражданин был задержан полицейскими на месте происшествия. То есть, непосредственно за столиком пиццерии, которую он наказал на сумму чуть более тысячи рублей. Администратор вызвал милицию. Я отказался оплатить сейчас. А почему вы не платите в ресторанах? У меня денег нет. Судя по действиям мошенника, зашел в ресторан он уже с вполне понятными и определенными намерениями. При себе у него не было ни копейки, и парень изначально запланировал устроить себе бесплатную трапезу. Именно поэтому следователи усматривают в его действиях состав преступления. По данному факту, отделением дознания номер один МВД России по городу Иваново было возбуждено уголовное дело по статье 159 частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества. Ранее данный гражданин привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ресторанный мошенник, отличающийся неплохим аппетитом, уже неоднократно попадал в полицию по аналогичным обвинениям в нежелании платить за съеденное. Скажите, за что вас задержали сотрудники полиции? За то, что поел в ресторане и не заплатил. А на какую сумму? 1300 А ранее у вас уже были подобные факты? Да А сколько примерно? У меня было где-то 10 фактов А в течение какого периода времени? В течение полугода Гроза ивановских рестораторов, 30-летний житель Иваново, оправившись от предыдущего наказания, снова принялся за старое. Живет он на очень небольшую пенсию, нигде не работает, но испытывает, судя по его действиям, непреодолимую тягу к шикарным застольям. А какие рестораны выбирали? Подороже? Нет Ну какие? Ну, двойка марциана, например, просто в кафешке заходил. А что в основном заказывали? Ну, салат, капучино, пиццу, вино какое-нибудь. А алкоголь какой-то подороже выбирали? Нет А вот как вот вы приходили, просто и кушали, и уходили, да? Ну, меня где-то искали, где вызывали мне яйцо. Возможные действия ресторанного мошенника отчасти объясняются не вполне удовлетворительным состоянием его душевного здоровья, что, несомненно, будет учтено при проведении расследования его гастрономической криминальной деятельности. В настоящее время он состоит на учете в Ивановском психоневрологическом диспансере, в котором проходит амбулаторное лечение. Неоднократно судимый уголовник решил свои финансовые проблемы элементарно просто. Он взял с дороги камень и разбил витрину ближайшего магазина. Внутри торговой точки, как он рассчитывал, были деньги. На свободе, правда, после этого он оставался недолго, был задержан полицией. Сотрудники Ленинского РОВД разбираются в криминальной истории, связанной с дерзкой кражей из магазина. В отделе номера 1 Следственного управления управления МВД России по городу Иваново расследуется уголовное дело по факту незаконного проникновения в один из магазинов на территории города Иваново, освещение из него денежных средств и фотоаппарата. Кража была зарегистрирована ночью. Неизвестный преступник разбил стекло торговой точки и забрался внутрь. Похитив все, что ему приглянулось, он с места преступления скрылся. Я являюсь директором данного магазина. Придя в понедельник на работу, обнаружила, что здесь уже работает отдел милиции. Разбитые одно из стекол по фасаду здания. И работают специалисты по снятию отпечатков и всего остального. Открыв магазин в присутствии работников полиции, обнаружили, что в магазине много следов крови. Разбросаны вещи из двух ящиков в офисе и на кассе. Пропали денежные средства из кассы. Из одного из столов офиса пропал фотоаппарат. Крупная техника осталась вся на месте. Вырвана сигнализация, все блоки и отключены все тумблеры в щитке. То есть здание обесточено. Предполагаемый злоумышленник оставался на свободе недолго. Вскоре он был задержан сотрудниками полиции. И теперь следственные органы пытаются восстановить картину того, как был обворован Ивановский магазин. Данное преступление произошло при следующих постоятельствах. В ночное время злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, проходил мимо данного магазина. В это время у него возник умысел на проникновение в магазин и хищение из него какого-либо ценного имущества. Реализуя свой преступный умысел, злоумышленник увидел на земле кирпич. Взял его и данным кирпичем разбил одно из окон магазина. Затем он открыл створку окна, после чего проник в помещение магазина. Далее злоумышленник проник в подсобное помещение указанного магазина, в котором из ящика, находящегося там стола, похитил денежные средства в сумме около 8 тысяч рублей и фотоаппарат сон. После чего с похищенным имуществом скрылся с места преступления. Личность вора сумели установить полицейские эксперты-криминалисты. Пьяный и неоднократно судимый вор оставил на месте преступления отпечатки пальцев. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска совместно с сотрудниками экспертно-криминалистического подразделения отдела полиции номер один города Иваново в совершении данного преступления был изобличен неоднократно судимый за преступление против собственности и преступление против личности, нигде не работающий, злоупотребляющий спиртными напитками 26-летний житель города Ивана. Свою вино в совершении данного преступления злоумышленный признал полностью. Им была написана явка с повинной. Расследование уголовного дела продолжается. Задержанный вино в совершении преступления признал. И может быть поэтому в качестве меры пресечения для него избрана подписка о невыезде. На сегодня это вся информация. Я с вами прощаюсь. До следующей недели. Программа «По горящим следам» выйдет в эфир 14 октября на телеканале «Барс», как обычно, в 20.00. Всего вам доброго и берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова